Ленинские горы Началась застройка этого района На площади в 167 гектаров Сооружается комплекс новых зданий Московского государственного университета Объем этих сооружений превышает 2 миллиона кубических метров В центре планировки воздвигается 26-этажное здание Высотой свыше 200 метров 66 метров На строительстве университета Все основные работы полностью механизированы Земляные работы производились с помощью мощных экскаваторов И автосамосвалов Для заложения фундаментов новых зданий И перепланировки местности Предстояло вырос и перевести 1,5 миллиона кубических метров земли Котлован для заложения фундамента главного корпуса Необходимо было закончить весне Земляные работы продолжались днем и ночью Не останавливались даже при самых сильных морозах Затвердевший промерзший грунт Дробился при помощи аманала в мелкие комки На месте подстройки залегают глинистые и суглинистые почвы Чтобы исключить возможность неравномерной осадки этого грунта Под тяжестью высотного здания Глубина котлована была доведена до 14 метров При таком глубоком заложении фундамента Давление готового здания на грунт Не привыкет веса извлеченной земли Естественные условия осадки уже не изменятся Работы по сооружению коробчатого фундамента главного корпуса Начались в мае 1949 года За 4 месяца предстояло уложить свыше 6 тысяч тонн стальной арматуры 45 тысяч кубических метров бетона Работы были механизированы Вся заготовка арматуры, опалубки и бетона Была вынесена за пределы строительной площадки Из заготовленных на заводе крупных блоков Собиралась арматура нижней плиты фундамента Готовыми блоками подавалась и вся арматура железобетонных стен При армировании верхней плиты Применялась так называемая оборачиваемая опалубка Скрепленная с армокаркасами После затвердевания бетона Стандартные деревянные щиты снимались для повторного использования Вся арматура нижней плиты Перекрещивающихся стен и верхней плиты Соединялась при помощи электросварки Связанные арматуры стены и плита фундамента Образуют после бетонирования Жесткую монолитную конструкцию коробку Такой фундамент, обеспечивающий минимальную осадку Для отдельных частей высотного здания Применяется впервые на строительстве университета Бетонирование коробчатого фундамента Производилось при помощи подъемных механизмов Применявшихся ранее для сборки арматуры В бодьях и контейнерах Готовый бетон подавался непосредственно к месту укладки Для уплотнения бетона применялись электрические вибраторы В сентябре сооружение фундамента в центральной части И крыльев главного корпуса было закончено Фундамент защищен гидроизоляцией от действия грунтовых ввоз На верхней плите были подготовлены слябы Опоры для стальных колонн каркаса Для монтажа этих металлических конструкций Строительство вооружалось новыми механизмами С каждым днем все увеличилось количество подъемных кранов Появились мощные краны Грузоподъемностью от 5 до 15 тонн Специально предназначенные для монтажа каркаса Несущий каркас высотного здания Монтируется из вертикальных стальных колонн И горизонтальных балок, ригелей Точность монтажа имеет огромное значение Для устойчивости и долговечности всего сооружения Поэтому каждая колонна тщательно устанавливалась по рискам Нанесенным на поверхности слябов Высота колонны два этажа На уровне каждого этажа колонны соединяются поперечными балками, ригелями Эта несущая конструкция воспринимает не только вес здания Но и давление ветра, передавая все нагрузки фундаменту Пользуясь ларингофоном, бригадир командного пункта руководит установкой колонны Колонны крестового сечения начали применяться впервые на строительстве университета Крестовая колонна удобна как для изготовления, так и для монтажа И отличается особой жесткостью Геодетическими инструментами тщательно выверяется правильность установки Каждой колонны Точно установленная колонна окончательно укрепляется с помощью электросварки Теперь связанная ригелями в жесткую конструкцию Колонна может выдержать давление до 3500 тонн Все приемы высотного монтажа и соединения узлов каркаса Были в короткий срок освоены монтажниками-верхолазами В марте монтаж каркаса заканчивался на уровне 16 этажа Зима К концу года каркас высотного здания вырос на 10 этажей Для этого понадобилось собрать свыше 12 тысяч тонн металлических конструкций Сооружение главного корпуса составляет меньше половины всего комплекса работ Строительство всех остальных объектов развернулось полностью к концу 1949 года Годовой план основных строительно-монтажных работ был выполнен на 108% На территории строительства проложены 11 километров вспомогательных рельсовых путей Пять железнодорожных веток подходят непосредственно к корпусам Паровозы доставляют сюда на платформах любые грузы Все элементы стального каркаса, изготовленные на заводах Днепропетровска и Челябинска Поступают на склад металлоконструкции За время строительства через этот склад пройдет свыше 70 тысяч тонн металла Каждая колонна или балка доставляется оттуда к подножию строящегося здания Здесь строителям помогают авиационные средства связи Над Москвой рекой появляются силуэты новых зданий Отсюда мы наблюдали строительство университета зимой За прошедшие 6 месяцев каркас значительно вырос 22-этажное здание постепенно оснащалось со всех сторон подъемными механизмами Десятки выносных стрел, струнных и шахтных подъемников Непрерывно снабжают строителей всеми необходимыми материалами В течение 8 часов они могут поднять на верхние этажи свыше 1000 тонн различных грузов На уровень кладки поднимается в контейнерах кирпич В тех же контейнерах кирпич доставляется к рабочему месту Облегченный дырчатый кирпич достаточно прочен для заполнения стен высотного здания Где все основные нагрузки ложатся на каркас Вместе с тем такой кирпич обладает и прекрасными теплозащитными свойствами На главном корпусе, его крыльях и отдельных зданиях комплекса Строителям предстоит уложить свыше 14 миллионов штук кирпича Чтобы выполнить этот план понадобится большое количество специалистов Для многих строительство уже стало практической школой Сотни рабочих, перенимая опыт лучших мастеров, получили здесь специальность Стали квалифицированными каменщиками, арматурщиками, плотниками В работу включается все больше профессий Недавно каменотесами была установлена первая облицовочная плита На цоколе девятиэтажного корпуса Теперь розовый гранитный пояс протягивается все дальше и дальше Украинским гранитом будет одета цокольная часть всех зданий Одно из крупнейших сооружений комплекса Здание биологического факультета Здесь только начинается сооружение монолитных перекрытий первого этажа Объем этого сравнительно невысокого здания будет превышать 200 тысяч кубических метров Здание физического факультета В некоторых частях оно выросло до запроектированной высоты в 6 этажей Здание химического факультета По своей архитектуре будет зеркальным отражением физического В своеобразной конструкции перекрытий из двух пустотных железобетонных балок Ярко выражено назначение здания Здесь будут проложены трубы вентиляции, водопровода, канализации и электропроводки Для многочисленных химических лабораторий Иного типа сборные перекрытия Изготовляются на бетонном заводе строительства в прогреваемых матрицах Эти шатровые плиты предназначены для зданий студенческих общежитий Железобетонная плита весом в полторы тонны Служит готовым потолком для студенческой комнаты размером в 8 квадратных метров Трехтонная плита целиком перекрывает 12-метровую комнату аспиранта Свыше 12 тысяч шатровых плит этого и других стандартов Будет изготовлено на бетонном заводе для укладки на каркасах строящихся зданий Перекрытия собраны Над ними продолжается монтаж металлических конструкций А внизу уже устанавливаются санитарные блоки В компактном блоке заводского изготовления Собраны все трубы водоснабжения, канализации и пылеудаления Для двух смежных студенческих комнат Перегородки между этими комнатами собираются из гипсо-известниковых плит Подъем и установка плит производится при помощи передвижного электрического подъемника Эта механизация совершенно необходима Для оборудования студенческих комнат надо установить свыше 300 тысяч таких плит Снаружи стены зданий студенческих общежитий облицовываются белыми керамическими плитами Керамикой будет облицована поверхность всех фасадов Превышающая в сумме 300 тысяч квадратных метров Белые плиты облицовки оденут доверху и главное здание Выросшее к концу августа до высоты в 26 этажей Сюда строители поднимаются теперь на пассажирском подъемнике В самом высоком лифте в Москве Это временное сооружение В готовом здании его заменят свыше 100 скоростных лифтов Шесть метров над нулевой отметкой Лифт доставляет на эту высоту верхолазов и плотников Арматурщиков и электриков, рабочих и инженеров В эту сторону к Москве будут обращены окна главного фасада С боковых сторон здания, как огромные клешни Выдвигаются 18-этажные здания студенческих общежитий Со стороны университетского двора, как на плане, видна вся территория строительства Пройдет лишь несколько месяцев, и эта местность неузнаваемо изменится Близится срок окончания строительства Все выше и выше поднимается здание Московского государственного университета Вдоль новых улиц вырастают многоэтажные дома Строящиеся для учебных, вспомогательных и научных учреждений Отдельные сооружения комплекса принимает облик, знакомый нам по проекту Скоро в главном корпусе разместятся факультеты Географический и Механико-математический Ректорат, Геологический факультет Со стороны парадного подъезда откроется актовый зал Рассчитанный на 1500 мест С внутренней стороны у подножия здания будет закончен клуб университета В нарядно отделанных зданиях общежитий Гостеприимно раскроются двери комнат, предназначенных для студентов и аспирантов В жилых зданиях, примыкающих к общежитиям, будет оборудовано 200 квартир для профессоров и преподавателей университета По обширной территории раскинутся корпуса физического, химического и биологического факультетов В гармоническом сочетании с архитектурой строений будут созданы прекрасные скульптурные ансамбли, сады и парки Московский государственный университет получит новые здания, достойные самой передовой в мире социалистической науки Вслед за монтажниками поднимались плотники, арматурщики, каменщики Василий Субочин и восьменщик Иван Паршин воротили сорокаметровой стрелой крана, как своими руками Тяжелый груз легко и покорно повиновался их воле И вот последний подъем, последний завершающий ярус каркаса Надежно привязывались с цепями к конструкциям Монтажники работали на высоте в 200 метров Привычной будничной стала для них эта работа Они не замечали высоты, как не замечали и героизма своих будней Молодые строители, создавшие великолепные здания своими руками Мечтали учиться во дворце науки Стремились стать студентами Московского университета После работы Майя посещала вечернюю школу Пришло время испытаний Вместе с другими молодыми строителями сдавал экзамен на аттестат зрелости бывший танкист Ицканов Затем настала очередь Майи Напрасно волновались педагоги Молодые строители хорошо подготовились к экзаменам Для строителей университета, желающих получить высшее образование Были созданы подготовительные курсы С ними занимались преподаватели, аспиранты, студенты старших курсов Им предоставили кабинеты и лаборатории старого здания Для будущих студентов готовились в мастерских университета Уникальные наглядные пособия Создавалось новое Вокруг дворца науки на территории Ленинских гор работали десятки строительно-дорожных машин Ежедневно рано утром выезжали они туда, где прокладывались новые улицы и проезды Где сооружались площади, где развертывались работы по устройству садов и парков Везде, где только мог понадобиться мощный и подвижной автокран Работал неутомимый январец Однажды январец был вызван для несколько необычной работы Начинало строительство альпинария Воссоздавались характерные рельефы горных хребтов При изучении природы всех стран мира Сюда привозились гранитные глыбы с Карельского перешейка Быть может это бывшие надолбы вражеских укреплений Теперь они поставлены на службу науке и миру Так появились на Ленинских горах горы Крыма, Кавказа, Дальнего Востока, Средней Азии На склонах гор зазеленела альпийская растительность Начал осуществляться проект ботанического сада университета Тогда на его месте были еще рытвенные и овраги Обветшавшие бараки и заборы Все это надо было сломать, снести, сделать землю ровной, как стол И покрыть ее толстым слоем чернозема Наступило время посадки лесных полос Мичуринских аллей При помощи машины Биг-9 удавалось за одну смену подготовить более 150 ям для посадки крупных деревьев Был посажен плодовый ягодный питомник За ростом и развитием деревьев наблюдали студенты биолога почвенного факультета, опытные агрономы и садоводы На деклиматизации растений трудились ученые Московского университета Заботливыми руками выращивались сведомники чудесные цветы для садов и парков Дворца Науки Об успехах строителей дворца можно было судить по высоте звезды Венчающей башенный кран Это живой график, высшая точка которого была достигнута в конце мая К этому времени у подножия здания были подготовлены для установки металлические конструкции последнего завершающего яруса шпилевой башни Первые образцы научного оборудования, изготовленные по заданиям университета, уже осваивались во многих лабораториях старого В освоении оборудования принимали деятельные участия работники всех кафедр, всех факультетов Заботился об оснащении нового здания и старейший ученый Академик Зелинской Для тех, кто учится теперь во Дворце Науки, создавали свои произведения и мастера искусств Один из выдающихся советских художников Николай Ромадин создал серию картин по заданию географического факультета Известные мастера изобразительного искусства Сергей Михайлович Орлов, скульпторы Штам и Антропов Работали над композицией «Готов к труду и обороне» для Дома культуры университета Скульптуру основоположника русской науки Ломоносова создавал Николай Васильевич Томской В своем творческом замысле скульптор стремился связать образ великого основателя Московского университета с нашей эпохой Дерзайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать Студентам, окончившим университет с отличием, более 400 дипломов вручил ректор, академик Иван Георгиевич Петровский в 1951 году Студенты и преподаватели добились больших успехов Они знали о процветании наук в нашей стране Заботится советское правительство, коммунистическая партия, весь великий советский народ По узким уличкам, кривым Воробьевским переулком, двинулись машины Уходили в прошлое приземистые домики полугородской, полудеревянской бынии Ведь всякого сожаления покидала свой старый дом семья Крылова Им помогли взять с собой все, к чему привыкли они за долгие годы И что могло пригодиться им, чтобы с первого дня создать на новом месте уютную, налаженную жизнь Семья Крыловых построили здесь удобный, просторный дом Отвели прекрасный приусадебный участок Там, где стояли прежде ветхие домики, вздымалась земля под натиском машин Они сметались со своего пути залежавшиеся здесь хлам, ниль, мусор Горы взрытой земли заполняли собой овражки и рытвины По которым раньше лепились домики старинных сел Бесследно исчезли пустыри до огороды Где еще совсем недавно впервые появились геодезисты Первые разведчики стройки В руках строителей города науки даже медлительные катки ставили рекорды Теперь все здесь неузнаваемо изменилось До самого обрыва Ленинских гор протянулся парадный партер Новые проезды, площади, бассейны Все шире открывалась Москва Каждый день машинисты крана замечали новое Освобождались от лесов светлые дома Протягивались широкие прямые улицы Все прекраснее становилось столице Беспрерывно прибывали эшелоны Шли грузы со всех концов советской страны Строительные материалы, детали, механизмы, арматура Для Московского университета работали более 500 предприятий Всех братских республик Советского Союза В столице Латвии Риги, выполняя заказ великой стройки Изготовляли люстры дневного света, художественные плафоны, торшеры Из других городов на адрес университета прибывало научное оборудование Невдалеке от строящегося здания появились огромные склады Но и они не могли вместить всех богатств Которые щедро посылала советская страна К Московскому университету Аппаратура для научно-исследовательских лабораторий Учебное оборудование Наглядные пособия Все, что могло понадобиться ученым и студентам Для работы и жизни в городе науки Ждало здесь своих будущих хозяев Центральная комиссия по строительству и оборудованию Рассматривала многочисленные заявки факультетов Заказывала и принимала опытные образцы приборов Влизилась к завершении стройки Монтажники готовились уже к установке звезды Венчающей здания Предстояло поднять эту конструкцию На вершину Навеки поднялся над Ленинскими горами Символ мирного труда и несокрушимой силы советского народа Звезда в венке из колосьев Наверху, на башне Звезда одевалась нарядным убором и золотистых плиток Блеск золотистого стекла И в солнце и в непогоду Сияет теперь звезда Московского университета Дни и ночи на стахановской вахте работали строители Днем и ночью, в праздники и будни Жил одной мыслью с ними Весь коллектив университета Построить срок Срок выполнить задание партии Эта мысль одинаково воодушевляла и руководителей И рядовых рабочих стройников В этом тесном согружестве Завершался созидательный труд строителей дворца Настало лето Широко раскинулся на ленинских горах Зеленый ковер садов и парков Не было дня Когда не приезжали бы сюда гости Столицы и москвичи С удовлетворением И гордостью любовались они Грандиозным сооружением С трудом верилось Что даже такие Небольшие сравнительно детали здания Часовые башни Очень велики Каждый из них достигает Размеров шестиэтажного дома Часы московского университета Самые большие в мире Но любую из дворцов науки Не ощущают люди его огромных размеров Этот дворец не принижает человека А утверждает его достоинства Это создание героического труда Многих тысяч советских людей Идущих к своей заветной цели К коммунизму На Ленинских горах построены Главное 32-этажное здание Жилые помещения для студентов и аспирантов Квартиры для профессоров и преподавателей Здание химического факультета Здание физического факультета И другие учебные и научные учреждения университета В Совете министров Союза СССР Об открытии новых зданий Московского государственного университета Имени Ломоносова Совет министров СССР Рассмотрев рапорт строителей новых зданий университета И заключение правительственной комиссии Установил, что задание правительства по строительству и ввода в эксплуатацию Основных зданий и сооружений университета на Ленинских горах Выполнено Совет министров СССР постановил Открыть новые здания Московского государственного университета 1 сентября 1953 года Совет министров отметил Что с вводом в действие новых зданий университета Создаются широкие возможности для дальнейшего развития науки И подготовки квалифицированных специалистов для народного хозяйства нашей страны Задание партии и правительства выполнено Открытие Дворца науки Праздник не только для строителей, ученых и студентов Московского университета Это праздник для всего советского народа Впервые учебный год университета начался во Дворце Радостные события для трудящих со всех стран Праздник торжества социалистической науки и культуры Славное творение жизни мира Дворец на Ленинских горах Символ великой заботы коммунистической партии Правительства и всего нашего народа О молодых людях советской страны О процветании самой передовой в мире советской науки Радостные события Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok